Ну, я говорил в начале репортажа, что, в общем-то, в топ-5 чемпионата входит сразу два хоккеиста-нефтехимик по этому показателю. Но Пилипенко все равно не остановить. Он свой коронный вколачивает. Гол в большинстве от Кирилла Пилипенко. Традиционное празднование его исполнения с сердечком. И 2-1 становится... О, 2-2, прошу прощения, становится счет. У Пилипенко уже 2 очка. В этой встрече оба он набрал именно, что в большинстве. Сначала ассистировал партнеру по команде, ну, а затем забил и сам. Снова вперед. Ильин дотянулся в центр. Пас Пилипенко. Это 3-1. Кирилл Пилипенко. Не знаю, начинает погоню в Северстане. Да, просто фантастическая комбинация. Посмотрите, вот с самого начала, пока они вышли из зоны, они сколько передач сделали. Просто и своей зоной через несколько передач, и среднюю зону через несколько передач, и завершение. И сразу же активно пытаются череповчане начать эту встречу. Для них тоже, конечно, важно начать и... Пилипенко! Хо-хо-хо-хо! 13 секунд! 13-й номер гол! Вот это да! Да, не стали череповчане откладывать заброшенные шайбы в долгий ящик. То, что не получилось у них в первой встрече, получилось во второй сразу. Который Французский не играет, он тоже в прошлом сезоне играл в Нограде. Он уже по ходу сезона перебрался в Череповец, а это гол! 30-я шайба! Пилипенко! Нет и встречи. Ну и тут нельзя не отметить передачу Аймурзина. Из-за ворот. Крюк. И не успевает Вилсон помешать. Пилипенко! Пока только одна команда сегодня играет в большинстве. И снова первая спецбригада. Череповчан начинает и забивает. Пилипенко в третьем матче подряд в этой серии отличается. Даже не из круга, а прямо из этой левой точки вбрасывание. Попал. Да, попал как надо. В самую девятку. Пытается тут шайбу успокоить. И вот такую обостряющую передачу на Барберио выполнил. Открылся. Пилипенко бросил и забил. Что они сейчас сотворили? Как забыли Пилипенко на дальней штанге? Сколько времени было у Барберио, чтобы выполнить эту диагональ? И как попал 13-й номер в ближний угол? Очередная 29-я шайба в нынешнем сезоне. Для Пилипенко и счет становится 2-2. 2-2. Ярош. Дальше. Боринов. Неплохо ходит шайба. И он опять забивает. Пушка и шайба была отменена. Но сегодня как бы не могу сказать, что много моментов у него было. Хотя попыток бросить было много. И он сейчас показал почему. Потому что бросок действительно великолепный. И Лишко закрыл видимость Коновалову и попал-то просто великолепно. Просто на самом деле, даже если бы никто не мешал с таким броском, справиться вратарю очень тяжело. Какие-то свои шансы. Тройка Энди Андреуфа на площадке. Атакует Северсталь. Здесь Ильин фиктует. Пилипенко гол. О-о-о, 2-0. Вот так они дуплетом забрасывают. 27-я шайба Кирилла Пилипенко. И потихонечку он подбирается к Максиму Цыплакову. На расстоянии двух шайб Кирилл Пилипенко. Теперь перед форвардом московского Спартака. С неудобной руки Пилипенко все-таки Костина переиграл. Денис вышел все-таки из ворота. Суводил этот угол. Из близкого расстояния Пилипенко переправляет. Да, тяжело придется новосибирской команде. Но злее буду. Давайте посмотрим. 3-0. Опять перевод. Гол. Пилипенко забрасывает вторую шайбу. Передача Адама Лишки способствует тому, что Пилипенко забрасывает 28-ю шайбу. 51 набранное очко у него. И Максим Цыплаков уже рядом. Первая шайба заброшенная сегодня в большинстве. Правда, заброшена она в формате 5 на 3. За это удаление мог вообще перевыполнить свою норму. Ух ты! А тут есть кому перевыполнять эту норму. Пилипенко! Но вот в следующей смене это сделал Кирилл Пилипенко. Ну, домашняя заготовка на самом деле. Отскочил игрок Сусов к борту. И хоккеист Спартака не разобрались, кто кого берет. Поздновато Зайцев выкатился на Пилипенко.